Уважаемые товарищи, традиционно сегодня нам предстоит комплексно рассмотреть пакет прогнозных документов на 2020 год. Ну и естественно, настал момент серьезно обратиться к тому, как мы работаем в этом году. Если мы из рук вон плохо выполняем собственные планы, которые мы сами для себя прописываем, встает вопрос, зачем нам вообще тогда собираться в таком формате накануне года и рассматривать некие планы и прогнозы, если мы их не выполняем. Логично, в число этих ключевых документов входят параметры социально-экономического развития страны, проекты бюджета и государственные программы управления государственными финансами. Здесь присутствуют не только разработчики документов, но и те, кто давал по ним заключение, либо имеет альтернативную точку зрения. Прогноз на текущий год принимался действующим составом правительства. На прошлогоднем совещании я слышал доводы о том, что он абсолютно выверен, обоснован и просчитан. Поэтому мои поручения, как письменные, так и озвученные публично, вы все знаете, все запланированное должно быть реализовано. Не будут выполнены параметры развития на 2019 год, все ответственные от премьер-министра уйдете на покой. Кстати, я вас предупреждал в прошлом году, в это время, когда делали планы на 2019 год. Поэтому ничего здесь удивительного нет. И чтобы потом меня, отдельные умники Наталья Ивановна, не обвиняли, что у нас, видите ли, предвыборная кампания. Сколько раз говорил, я не собираюсь баллотироваться в парламент. Какая у меня предвыборная кампания? У меня один подход, 25 лет, что я работаю президентом.